Он приносит и снег, и дождь. Он имел потомков от лошадей и гарпий. Его называли дарующей жизнь. Кто это? Ага, это Зефир. Бог западного ветра у древних греков. А почему? А почему тут написано низкокалорийный? Бред. Как может быть Бог низкокалорийный, а? Кто писал этот текст? Идите, перепишите. А мне кофе. И с Зефиром, кстати. Зефир! Закричала студентка Иванова. Хоть что-то знаете, уже похвально. Заметил профессор древнегреческой мифологии. Но студентка не услышала одобрительного замечания. Она беспокоилась о содержимом сумки, в котором лежал вкусный зефир. Но с ним ничего не случилось. Он не деформировался, не помялся и не сплющился. Почему? Все дело в агар-агаре. Это водоросли такие, которые входят в состав кефира. Посмотрим, как они помогают сохранить форму и вкус. Все начинается в котельной, где готовят самую главную составляющую зефира. Сладкое лакомство на 20% состоит из воды. А в это время в варочной готовится сироп из сахара и патоки. В него и добавляют агару. Водоросли, собранные в Индийском океане, растертые в порошок и размоченные в воде. Зефир такой упругий благодаря водорослям, которые в него добавляют. Вкус нежный и изысканный. По другой технологии. Зефир добавляет пектин. Вкус более кислый. Далее сироп и раствор агар-агары попадают в котел, где перемешиваются при температуре 120 градусов, чтобы лишняя вода испарилась. Уже охлажденный сироп смешивается со взбитыми белками. Правда, на домашние яичные белки эта белая масса ничем не похожа. В машине в смесь впрыскивается азот. Благодаря этому зефир получается легким и воздушным. В советские времена использовали воздух. Благодаря использованию азота срок годности зефира существенно увеличился. А еще этот современный аппарат может задавать размер пузырьков в самом зефире. Уже практически готовый, но еще жидкий продукт отправляется в формовочную машину, где компьютер решает, какой формы, какого цвета и с каким вкусом появится на свет новорожденный зефир. На выбор сорок видов. Розочка, ромашка, обычный. Он называется жизель. И множество вкусов. После, на деревянном поддоне, зефир отвозят в специальную комнату для сушки. Температура в которой 22 градуса по Цельсию. Там он обдувается теплым воздухом и покрывается сверху твердой пленкой. Поэтому зефир снаружи твердый, а внутри мягкий. Температурный режим очень важен. Стоит понизить температуру на 2 градуса, и все. Зефир не получится. Через 4 часа еще теплый зефир отправляют в глазировочную машину. И покрывают шоколадом. Зефир готов. Осталось упаковать его в коробки. Или расфасовать каждый в отдельную упаковку. Кстати, зефир – продукт очень питательный. Одной пачкой можно наесться так же, как тарелка из спагетти. Да, зефир – самый мягкий из всех своих братьев. А что вы скажете об остальных? У него что, еще и братья есть? Вы что же? О Бореи, Эвре, Еноте ничего не знаете? Я их в магазине не видела. Вот как бывает, а? Хочешь произвести на девушку впечатление, даришь ей что-нибудь сладкое, а она обижается. Потому что она следит за фигурой. Нужно дарить девушкам не зефир, друзья мои, а пророщенный овес. А зефир есть самому.